Коллеги, добрый день. Еще раз спасибо, что присоединили сегодня к нашему вебинару, посвященному использованию и администрированию Tableau сервера. Меня зовут Ирина, я консультант компании Tableau. Ну и прежде чем мы начнем, хотелось бы немного рассказать о том, как будет сегодня проходить наш вебинар. Со мной на звонке сегодня присутствуют мои коллеги Катерина и Елена, и они будут отвечать по ходу вебинара на ваши вопросы. Вы все находитесь в беззвучном режиме, поэтому вопросы, пожалуйста, пишите в окошко Q&A, либо в чат, и Катерина и Елена будут отвечать по ходу вебинара. Те вопросы, которые останутся неотвеченными, либо вопросы, которые задаваться будут очень часто, я озвучу в конце и постараюсь тоже на них ответить. Также, если у вас после вебинара будут какие-то вопросы или пожелания по конфигурации Tableau сервера, пожалуйста, связывайтесь с нами в компании Tableau, и мы будем рады вам помочь. Ну, сегодня я начну с того, что покажу Tableau сервер с точки зрения обыкновенного пользователя, и какие функции доступны пользователям Tableau сервера. И чуть попозже мы перейдем к администрированию сервера, то есть к настройке конфигураций и различных функций, которые доступны администратору. Ну, и давайте перейдем в Tableau сервер. Прежде всего, чтобы зайти на Tableau сервер, мне надо указать в браузере URL моего сервера, то есть ссылку на этот сервер. В случае, если вы используете Tableau онлайн, то ссылка у всех будет одинаковая. Одинаковая – это онлайн.табло.ком. И прежде всего, Tableau предлагает мне зарегистрироваться, то есть ввести мой имя пользователя и пароль. В вашем случае это окно регистрации может выглядеть чуть по-другому в зависимости от того, как настроен сервер. Ну, я просто введу имя пользователя и пароль. Если у вас, как у меня на вашем Tableau сервере настроено несколько сайтов, Tableau предложит вам выбрать один из настроенных сайтов. У меня есть дефолтный сайт и есть сайт демо-табло, к которому я сейчас присоединюсь. Как только я выбираю сайт, я сразу перехожу на страницу с контентом, где я вижу весь контент, доступный мне. И в моем случае моя начальная страница – это страница со всеми моими проектами. Давайте немножко поговорим про структуру прежде всего Tableau сервера. И структуру вы можете видеть, как бы как устроен Tableau сервер, очень легко посмотреть наверху. То есть мы начинаем с самого высокого уровня – это уровень проектов. Проекты вы можете рассматривать как своего рода папки. И каждый из проектов содержит в себе какой-то контент. Этот контент может быть либо воркбуке, либо, как мы их называем, рабочие книги, то есть книги с дашбордами, табло, опубликованные в тот или иной проект, либо views, то есть отдельные представления, отдельные визуализации, отдельные листы, которые могут быть либо частью книги, либо опубликованы в проект отдельно. И также проекты могут содержать источники данных, опубликованные пользователями табло в эти проекты. Ну и чтобы посмотреть весь контент, который содержится, например, у меня в дефолтном проекте, я просто кликну на этот проект, и в нем у меня опубликованы две рабочие книги – «Анализ продаж» и «Книга по десятой версии табло». Чтобы мне, допустим, очень часто у наших существующих клиентов и пользователей табло-сервера будет очень большое количество контента. Чтобы мне легче было с ним работать и найти нужный мне, допустим, дашборд, я могу воспользоваться функцией поиска. И давайте посмотрим все книги, которые у меня есть про продажи. У меня есть одна рабочая книга на сервере, которая содержит слово «продажа». Также я могу отфильтровать все рабочие книги, либо по владельцу контента, человек, который опубликовал ту или иную книгу, по тегам. Если человек, который опубликовал этот контент, присвоил ему тег, я смогу также искать по тегам и по датам, когда этот контент был опубликован. Также любой из дашбордов или либо любую из рабочих книг я могу сохранить в мои любимые книги. Я знаю, что я очень часто буду возвращаться к этой книге «Анализ продаж». Я могу нажать на звездочку, чтобы сохранить ее в моей любимой книге. И теперь она мне всегда будет доступна в разделе «Favorites». И я могу просто перейти к любой из моих запомненных мной книг. Ну, теперь давайте откроем этот дашборд. И посмотрим, какие опции, какие функции доступны простым пользователям, не администраторам табло-сервера. Ну и прежде всего, конечно же, в табло-сервере пользователи работают с контентом и с виртуализациями, которые опубликованы. Например, сейчас я смотрю на дашборд, который у меня называется «Анализ продаж». И в зависимости от того, как этот дашборд построен, я могу делать, как настроена интерактивность, я могу работать с этим дашбордом. Например, в моем случае я могу перейти на карту, выбрать какие-то интересующие меня города, например, на юге России. И весь остальной дашборд у меня обновится, чтобы показать мне данные только для выбранных мной городов. Также очень часто у меня могут быть настроены фильтры в дашборде, с которыми пользователи тоже могут работать и, допустим, смотреть только на одну интересующую их категорию продуктов, как в моем случае. Сейчас я применила определенное количество фильтров. Я выбрала интересующие меня города на карте, интересующую меня категорию продуктов. И давайте предположим, что я знаю, что очень часто мне будет интересен не весь дашборд со всеми данными, а именно вот этот вид для определенной категории и для определенных городов. Чтобы каждый раз, когда я снова захожу на Tableau сервер и открываю этот дашборд, мне не приходилось выбирать снова те же самые фильтры, которые мне всегда будут интересны, я могу запомнить этот вид в том виде, в котором я его настроила сейчас, в том виде, в котором я его вижу, со всеми выбранными фильтрами и элементами на самом дашборде. Чтобы это сделать, я перейду в меню сверху, и мне доступна кнопочка, которая сейчас говорит мне Original View. То есть сейчас я смотрю на оригинальный вид, на оригинальное представление дашборда, так как он был построен и опубликован автором. Но если я нажму сюда, я могу сохранить это представление в том виде, в котором я его вижу сейчас, то есть со всеми выбранными фильтрами. Давайте назовем его, например, представление 1. Сохраним. И теперь, как вы видите, сверху я вижу, что я нахожусь на представлении 1. Но очень легко я могу, если мне интересно, вернуться либо к оригинальному представлению, то есть в том виде, в котором оно было опубликовано, либо у меня еще одно настроено представление Москва, где у меня выбран город Москва. Я могу также очень легко менять, переходить с одного представления на другое, смотря, что мне интересно в данный конкретный момент. Также, что мне доступно в табло-сервере, это оставлять комментарии к дашбордам. У меня есть раздел комментариев, и любой пользователь может оставить, например, продажи в Москве растут. И опубликовать этот комментарий. И теперь все пользователи, которые будут заходить и просматривать этот дашборд, будут видеть, что такого-то числа я оставил в комментарии, какие-то интересные выводы, которые я сделала из этого дашборда, будут доступны также и остальным пользователям. Теперь давайте вернемся в меню сверху и посмотрим, что же еще мы можем делать с точки зрения обыкновенного пользователя табло. Хотелось бы сразу отметить, что все опции, которые здесь представлены сверху, в вашем случае они могут быть доступны, либо недоступны. То есть вы можете не видеть некоторые из этих опций, потому что то, будут ли эти опции доступны или нет, зависит от настроек прав доступа, которые дал вам администратор сервера. То есть администратор сервера может, например, не разрешить некоторым пользователям подписываться на дашборды, тогда им не будет видна функция подписки. Ну, давайте будем исходить из того, что все эти функции нам доступны сейчас, и посмотрим, что же я могу здесь делать. Ну, и я уже начала говорить про подписку. Давайте посмотрим, как пользователи могут подписываться на тот или иной контент. Если я перейду по кнопке подписка, прежде всего я могу выбрать, хочу ли я подписаться только на этот лист, то есть на этот конкретный дашборд, который у меня сейчас перед глазами, либо полностью на всю рабочую книгу, которая содержит этот лист. Дальше я перехожу к расписаниям и могу выбрать одно из расписаний, по какому расписанию я хочу получать эту книгу в моей подписке. Теперь эти расписания настраиваются на табло-сервере администратором, и позже, когда мы будем разговаривать про функции администраторов, я вам покажу, как можно настроить все расписания. Ну, и давайте скажем, что в моем случае я хочу получать каждый понедельник с утра этот дашборд на мой рабочий ящик. Сейчас я подписываю только себя, но если я являюсь администратором, я также могу подписывать и других пользователей на табло-сервере. Сейчас я подписалась сама, ну и давайте подпишем одного из других пользователей, которые есть у меня на сервере, например, интерактора. И нажму ОК. Сейчас, как только я нажму подписаться, что будет происходить? По тому расписанию, которое я выбрала, картинка, статическая картинка этого дашборда со всеми последними обновлениями, с новыми данными, если они поступили за тот период с момента предыдущей подписки, будет приходить мне эта картинка на мой имейл. Она будет в статическом виде, но я все равно буду иметь возможность просматривать все изменения, которые произошли. Также из этого имейла я смогу кликнуть на картинку и по ссылке перейти на табло-сервер и уже работать с интерактивной версией этого дашборда со всеми последними изменениями. Давайте посмотрим другие опции, которые доступны пользователям. Еще одна опция – это скачать. Опять же, будет ли вам видна эта опция или нет, будет зависеть от того, от ваших прав доступа к этому контенту. Если я нажму кнопку «Скачать», я могу скачать этот дашборд либо как картинку в формате PNG, скачать PDF-версию этого дашборда, то есть, соответственно, эта PDF-версия, она будет статическая, не интерактивная, либо скачать рабочую книгу табло. Например, я могу ее скачать. Если у меня есть своя копия табло-десктоп установленная, я могу открыть эту рабочую книгу в табло-десктопе и провести какой-то дополнительный анализ и может заново ее опубликовать на табло-сервер. Также у меня есть кнопочка «Поделиться». В этой кнопке я могу взять, во-первых, просто ссылку на этот дашборд и, например, отправить ее своим коллегам, которые… я хочу, чтобы они тоже просматривали этот дашборд. И могу взять кусочек кода. Для чего я могу использовать этот код? Для того, чтобы встраивать этот дашборд в другие веб-страницы. То есть я просто скопирую этот код, вставлю его в HTML-код своей страницы и таким образом вот этот дашборд, который мы видим сейчас, у меня уже пользователи могут просматривать не только на табло-сервере, но и встроенным в любой другой портал. Ну и последняя опция, которая мне здесь доступна, это опция редактирования. Давайте посмотрим, как мы можем прямо в браузере, не выходя из табло-сервера, редактировать опубликованный контент. Если я сейчас нажму на кнопочку «Редактировать», мне открывается режим онлайн-редактирования. Как вы видите, пользовательский интерфейс и функционал очень похож на то, что мы видим в табло-десктоп. То есть мне, во-первых, доступен мой финальный дашборд, также я могу открывать каждый конкретный лист в своем дашборде и, например, вносить какие-то изменения. Ну, давайте заменим прибыль на, например, количество транзакций. Я просто перетяну новые данные и таким образом поменяю визуальное представление. Также я могу, например, поменять форматирование, цветовую гамму выбрать, не красно-синюю, а, допустим, давайте посмотрим красно-зеленую. Помимо того, что я могу вносить изменения в уже существующие листы, я могу открыть совершенно новый лист и создать уже свой какой-то новый анализ, которого у меня не было до этого в рабочей книге. Например, давайте создадим новую карту с широтой-долготой. Добавим город на карту. Сейчас мне будет видна карта по городам, со всеми городами, которые у меня есть в источнике. И также прямо здесь в браузере, в режиме онлайн-редактирования, я могу, например, создавать новые калькуляции. Я просто перейду в меню, выберу «Создать новое вычисляемое поле». Мне доступны все те же функции, которые доступны в калькуляциях в Tableau Desktop. Ну и давайте создадим самую простую калькуляцию маржу, где я просто разделю сумму прибыли на сумму продаж. И сейчас я могу сохранить эту калькуляцию, и она у меня будет доступна мне в моей модели данных. И точно так же, допустим, могу вынести ее на размер и увидеть, в каком из городов у меня было больше или меньше маржа. И сейчас я могу открыть совершенно новый дашборд, пустой, и все эти новые анализы, которые я создала, например, мою карту. И давайте вынесем сюда же информацию о продуктах, посмотреть уже на совершенно новом дашборде и даже настроить здесь экшн-фильтры. Например, я могу включить кнопочку «Использовать эту визуализацию как фильтр» и выбирать категорию продуктов и смотреть, как моя карта внизу будет меняться в зависимости от выбранной мной категории. Теперь, когда я закончила редактирование и закончила вот этот дополнительный анализ, который я хочу провести в Tableau Server, и выбирать категорию, сверху у меня есть несколько опций, что я хочу сейчас делать с вот этим новым созданным контентом и анализом. Прежде всего, у меня есть кнопка «Сохранить». То есть это означает, что весь вот этот новый анализ, который я создала, я сохраню все изменения поверх существующего дашборда. Либо я могу сохранить как. То есть моя оригинальная книга останется в неизменном виде, а все изменения, которые я создала, сохранятся как новая книга. Либо я могу нажать кнопку «Реверт», то есть все изменения, которые я сделала, они удалятся, и книга вернется в первоначальный вид. Либо нажать просто кнопку «Дан», и я не буду сохранять ничего из того, что я сейчас сделала, просто выйду из режима онлайн-редактирования. И опять же, все эти опции «Сохранить», «Сохранить как» и так далее, будут вам доступны в зависимости от того, какие права доступа были даны вам администраторам сервера. Ну, с точки зрения пользовательских настроек и работы с контентом обычными пользователями Tableau, я сегодня постаралась показать вам основные моменты, которые доступны пользователям. И во второй части сейчас мне бы хотелось уже перейти непосредственно к администрированию сервера и какие настройки и какие ресурсы доступны администраторам. Ну, и хотелось бы начать с того, что показать вам ресурсы, которые будут очень полезны каждому администратору сервера. Прежде всего, если вы еще не установили Tableau сервера, только собираетесь начать с ним работать, очень рекомендую посмотреть видео про то, как устанавливать и про начальные конфигурации для Tableau сервера. Оно доступно на нашем сайте в секции обучения. Также все технические требования к Tableau серверу также доступны на нашем сайте. Хотелось бы сразу оговориться, что те требования, которые указаны у нас на сайте к серверам, да, и к техническим характеристикам сервера для установки Tableau, это, так сказать, минимальная конфигурация, минимально рекомендуемая. В каждом конкретном случае мы можем посоветовать вам использовать немножко другую конфигурацию, исходя из того, каким образом вы будете использовать Tableau сервер. Например, будет ли у вас много экстрактов, какое количество пользователей будет пользоваться сервером, какие дешборды вы будете туда публиковать. И чтобы получить такие более персональные рекомендации, вы всегда можете связаться с нами с Tableau, и наши консультанты будут рады прокомментировать и помочь вам выбрать необходимые спецификации сервера. И последний и, наверное, самый полезный ресурс – это гид администратора сервера. Также он доступен в секции Online Help у нас на сайте, и гид администратора содержит абсолютно всю информацию, которую необходимо знать администраторам сервера про все установки, настройки, архитектуру сервера, какие процессы проходят на сервере, какой процесс отвечает за какие действия и так далее. То есть этот гид обязательно необходимо изучить всем администраторам сервера. Ну и прежде всего давайте начнем с того, какие конфигурации мы можем применить к серверу, как к системе. Для того, чтобы поменять конфигурации сервера, я могу перейти в окошко конфигурации, просто у вас на той машине, где сервер установлен, перейти в пуск и найти вот эту вот программу Tableau Server Configuration. И первое, что мне доступно в конфигурациях, на общей вкладке, вкладке общих настроек, прежде всего мне необходимо указать имя пользователя, Windows-пользователя, под которым будет оперировать Tableau Server. То есть читать файлы, создавать файлы, получать доступ к каким-то ресурсам, например, источникам данных. Следующая настройка – это способ аутентификации. У меня сейчас настроена локальная аутентификация, что означает, что я смогу вручную добавлять всех пользователей на Tableau Server, либо вы можете интегрировать ваш Tableau Server с Active Directory и брать уже пользователей из существующей Active Directory и использовать их в Tableau Server. Очень важно отметить здесь, что как только вы применили одну из этих установок, либо Active Directory, либо локальная, поменять потом эту установку после установки сервера будет уже нельзя. То есть как только вы выбрали одну, она уже будет всегда останется с нами, и чтобы поменять потом эту настройку, вам придется заново переустанавливать Tableau Server. Но если вдруг вам придется ее поменять, опять же у нас на сайте описан процесс, как это можно сделать. Следующая настройка предлагает мне указать порт, через который будут проходить все HTTP-запросы Tableau Server. И я могу сейчас перейти к следующей вкладке. И в этой вкладке Tableau предлагает мне настроить, манипулировать настройками кэша. Я могу выбрать обновлять кэш более часто или обновлять его менее часто. И эти настройки могут очень сильно влиять на производительность Tableau Server и на скорость Tableau Server, так как чем чаще я буду обновлять кэш, тем чаще Tableau будет отправлять запросы в мою базу данных и возвращать данные. Также хотелось бы отметить здесь, что настройки кэша применяются ко всему серверу полностью, а не к определенным рабочим книгам внутри сервера. Также в следующей вкладке сервер, я могу настроить свой кластер для своего сервера. Сейчас все процессы, которые у меня сидят на Tableau Server, у меня установлены на одной машине, на одном компьютере. Но здесь я могу добавить дополнительные узлы к моему кластеру, дополнительные компьютеры и распределить, какой из процессов Tableau Server будет работать на каком из компьютера. Про все из процессов у нас, опять же, все очень подробно описано на сайте. Ну, очень быстро могу рассказать, что, допустим, VizQL отвечает за построение непосредственно самих визуализаций. Очень важный процесс Backgrounder, который отвечает за обновление экстрактов на Tableau Server. И, допустим, очень часто, как наши пользователи настраивают Tableau Server, если вы знаете, что у вас будет на Tableau Server и содержится большое количество экстрактов, имеет смысл, например, Backgrounder вынести на отдельный узел, чтобы дать ему как можно больше ресурсов для обновления вот этих вот экстрактов. То есть здесь очень большое количество сценариев, и, опять же, если вам нужны рекомендации по настройке кластера, всегда можете обратиться к нам в Tableau. Ну и следующие несколько вкладок позволяют мне сделать дополнительные настройки. Например, настроить SMTP-сервер, который будет использоваться для как раз-таки подписок и рассылок имейлов, даже пардами, на которые подписываются пользователи. Настройка уведомлений. Если у меня какие-то сбои происходят в системе, каким образом я хочу получать уведомления об этом. И настройки разных систем аутентификации. Например, если вы используете SAML, OpenID или Kerberos, все это можно настроить также в окне конфигурации Tableau. Ну и последнее, что хотелось бы отметить, что если вы меняете в этом окне какие-то настройки, перед тем, как их менять, обязательно необходимо остановить Tableau сервер. Вы остановили Tableau сервер, поменяли настройки, и настройки будут применены, новые настройки, после того, как вы запустите Tableau сервер снова. Ну и сейчас я хотела бы вернуться назад в интерфейс сервера и очень быстро рассказать вам про настройку прав доступа к контенту внутри Tableau, потому что это одна из, наверное, таких основных задач администраторов сервера. Права доступа в Tableau сервере определяются двумя компонентами. Прежде всего, это роль пользователя, которая настраивается на уровне каждого пользователя, и права доступа к контенту, которые настраиваются на уровне контента. Ну, давайте начнем с ролей, посмотрим, что такое роли и где я могу их указать. Если я администратор, мне будет доступна вкладка «Пользователи». Здесь я вижу всех пользователей, которые существуют у меня на Tableau сервере, и для каждого из пользователей у меня указана роль. Эту роль я указываю при создании пользователя в сервере, то есть когда я завожу их сюда, я могу выбрать для того или иного пользователя, какая роль у него будет. Роль начинается от самой минимальной – это Viewer, то есть это тот пользователь, который может только просматривать контент, но не может, например, ему недоступны никакие интерактивные функции, применять фильтры и так далее, он не может публиковать, только просматривать то, что опубликовано на сервере. Это самая минимальная роль. Самая максимальная роль – это администратор сервера. И администратору сервера всегда будут доступны все настройки сервера, и весь контент внутри Tableau сервера администратор также может видеть, просматривать и работать с ним. Про каждую из ролей у нас очень подробно описано также на нашем сайте. Вы можете почитать, что означает каждая роль, и что каждая роль разрешает пользователям. И роль на сайте, роль пользователя определяет максимальный уровень возможностей, который предоставляется этому пользователю. Например, Viewer максимально, что он может делать, это только смотреть контент. И даже если позже я на уровне контента скажу, что, например, этот пользователь может редактировать контент, так как его роль максимально определяет его как Viewer, он все равно не сможет редактировать этот контент. То есть здесь я настраиваю максимальный уровень того, что каждый пользователь может делать на сервере. Давайте перейдем в группы. Очень часто имеет смысл объединять пользователей Tableau сервера в группы. Если вы знаете, например, что какое-то количество ваших пользователей будет плюс-минус, если вы хотите им дать одни и те же функции и доступ к одному и тому же контенту, вы можете объединить их в группы. Например, в моем случае я объединяю их по клиентам. У меня есть клиент 1, 2, 3. Я знаю, что каждый из клиентов будет смотреть примерно одни и те же дэшборды. Либо в вашем случае вы можете объединить это по департаментам и так далее. То есть смотря как вы распределяете контент на Tableau сервере. Ну и, например, в группе клиент 1 у меня добавлено 5 пользователей, включая меня администратора, и еще несколько пользователей, роли которых разнятся от вьюера до администратора. Когда я определила пользователей в группы, сейчас я могу распределять права непосредственно к контенту, который у меня опубликован в сервере. Давайте вернемся назад в контент. И я перейду в дефолтную папку. Дефолтная папка, она всегда будет присутствовать на сервере, и ее нельзя отсюда удалить. И давайте перейдем к настройке прав доступа к этому проекту. Чтобы мне открыть права доступа, я нажимаю сюда на три точечки и перехожу в опцию в Permissions. И здесь мне видно, какие права доступа настроены у меня к этому конкретному проекту. Очень важно настроить права доступа именно к дефолтному проекту правильно. Почему? Потому что, когда вы будете создавать новые проекты на табло-сервере, по умолчанию, до того, как вы не поменяете настройки там, они будут заимствовать права, новые проекты, из дефолтного проекта. То есть если у вас здесь для всех пользователей разрешено viewer, 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 соответственно, все новые проекты, которые вы будете создавать, вы будете создавать по умолчанию, будут брать права из этого дефолтного проекта. Ну, давайте зададим сейчас права для дефолтного проекта. Сейчас, видите, у меня здесь добавлена группа All Users, все пользователи. Опять же, это дефолтная группа, которая присутствует по умолчанию всегда на табло-сервере, ее нельзя удалить. Ну и туда, как вы понимаете, входят абсолютно все пользователи, которые у меня есть на сервере. Очень часто имеет смысл в дефолтном проекте запретить всем пользователям делать что-либо с этим проектом. Опять же, потому что, когда вы потом будете создавать новые проекты, чтобы по умолчанию в этих проектах никто ничего не мог делать до того, как вы специально не настроите права для тех групп, которые должны иметь доступ к этому проекту. Чтобы поменять здесь права для группы Все пользователи, я могу перейти в редактирование. И здесь могу выбрать либо один из шаблонов прав доступа, у меня есть Viewer, Publisher и так далее. Я выберу None, то есть никакие права не хочу давать этой группе. Либо я могу раскрыть для каждого из компонентов отдельные действия, которые могут делать каждый из пользователей. И отдельно по действиям я могу их либо включать, либо выключать. Ну и давайте запретим все действия для всех пользователей в дефолтном проекте. И сейчас я могу нажать Delete. И если я сейчас выберу группу Все пользователи, внизу я вижу такую табличку, где мне показаны все пользователи этой группы и какие в результате у них есть права к этому проекту. То есть исходя из их роли пользователя и исходя из прав доступа, которые мы настроили на уровне проекта. Как я вижу, ни у кого из пользователей нет никаких прав ни на уровне проекта, ни на уровне рабочих книг, ни на уровне источников данных. Но у администратора сервера и администратора сайта права есть все, так как мы уже говорили, что независимо от того, что вы настраиваете на уровне контента, администраторы всегда имеют доступ ко всему. И я могу навести мышкой на определенный квадратик, на определенное действие и узнать, почему то или иное действие было разрешено, либо запрещено этому пользователю. И здесь я вижу, что мне это действие как администратору разрешено, потому что я администратор. Либо для паблишера 3 это действие запрещено, потому что никакое из правил ему не разрешило доступ к этому контенту. Ну, сейчас, когда я запретила всем пользователям делать что-либо в этом проекте, я могу добавить новую группу, допустим, клиент 1, и настроить уже права доступа к дефолтному проекту для ограниченного числа пользователей, 5 пользователей, которые есть у меня в этой группе. Например, на уровне проекта я разрешу им видеть этот проект. На уровне рабочей книги я разрешу им работать с контентом и также, допустим, сохранять. И на уровне источника данных могу разрешить им подключаться. И могу посмотреть, что входит в этот конкретный шаблон, какие действия. Нажимаю сохранить. И опять сейчас внизу я вижу всех пользователей, которые у меня находятся в группе клиент 1, и результат того, что они могут делать в этом проекте. Например, администраторы до сих пор могут делать все. Вьюер, независимо от того, разрешил ли я здесь ему подключаться или нет, он все равно не сможет подключаться, так как его роль запрещает ему подключаться к источникам данных, а разрешает только просматривать эти источники. И последняя такая очень важная функция при настройке прав доступа к контенту – это кнопочка сверху, которая предлагает вам зафиксировать права доступа для проекта. Что эта функция означает? В Tableau сервере права доступа могут настраиваться как на уровне проекта, так и на уровне контента внутри. То есть я могу настроить права доступа на проект и отдельно права доступа на, допустим, рабочие книги, опубликованные в этом проекте. Либо, если я не хочу настраивать все права отдельно, я могу зафиксировать права для проекта. Соответственно, все права, которые я настроила на уровне проекта, автоматически будут применяться ко всему контенту, который у меня находится внутри. Если я выберу другую опцию, тогда я смогу отдельно менять права, для, допустим, рабочих книг и источников данных, которые у меня опубликованы в этом проекте. Давайте выйдем из настроек прав доступа и поговорим про несколько оставшихся функций, которые доступны администраторам сервера. Мы уже посмотрели на контент, посмотрели, как создавать и управлять пользователями, объединять их в группы. Следующая вкладка, которая доступна администраторам, это расписание. Если я сейчас перейду сюда, как раз здесь я могу настраивать расписание для подписок и для обновления экстрактов. Чтобы настроить новое расписание, я просто выберу кнопочку «Новое расписание». Давайте назовем его «Каждый день». Дальше у меня есть возможность выбрать, для чего это расписание будет использоваться, либо для обновления экстрактов, либо для подписок. И, соответственно, если я сейчас, например, выберу для подписок, когда мои пользователи потом будут уже на каждом определенном дэшборде подписываться на этот дэшборд, вот это новое созданное расписание будет уже доступно всем пользователям. Приоритет дальше я могу выбрать для этого расписания. По дефолту он всегда в серединке, 50. Если я хочу, чтобы это расписание конкретно брало приоритет над остальными расписаниями, я всегда могу подвинуть этот приоритет выше. Ну и внизу непосредственно настраиваю уже само расписание. Я хочу, чтобы это расписание у меня происходило каждый день. И выбрать время, например, давайте сделаем в 5.30 утра. Нажму кнопочку «Создать». И теперь это расписание у меня доступно на табло-сервере и доступно всем моим пользователям для использования при подписках на контент. Следующая вкладка – это вкладка «Таскс», то есть «Задание». И на этой вкладке я могу просматривать в первую очередь все экстракты, которые на данный момент у меня настроены, обновления по расписанию. То есть сейчас у меня опубликован один экстракт на табло-сервере, который настроен на обновление каждое утро в 7 часов утра. И здесь же я могу увидеть всех пользователей, которые подписались на контент, на какой-либо из дашбордов, опубликованных на сервере. То есть я могу увидеть, какие пользователи подписывались, на какие книги, по какому расписанию. И здесь я могу удалять также эти подписки. Например, я как администратор больше не хочу получать по понедельникам дашборд Москва. Я просто выберу это расписание и удалю его отсюда. И администратор может также управлять этими подписками для всех остальных пользователей сервера. И следующая вкладка «Статус». На вкладке «Статус» мне доступны дашборды администраторов. То есть то, о чем мне говорят все эти дашборды, это то, что происходит непосредственно с моим табло-сервером. Например, трафик к рабочим книгам и к листам в рабочих книгах. То есть какие пользователи, когда и сколько раз просматривали тот или иной контент. То есть здесь я могу, например, оценить, какие у меня самые популярные дашборды, какие дашборды я публикую, но на них никто не смотрит и так далее. Трафик к источникам данных, какие действия совершаются пользователями и несколько дашбордов про процессы непосредственно происходящие внутри сервера, то есть обновление экстрактов, какие-то статистика по использованию диска и так далее. Сейчас я нахожусь на… у меня в моем сервере настроено несколько сайтов, и я нахожусь на одном из сайтов. Но я могу перейти к управлению всеми сайтами, и если я сейчас перейду в статус. Также здесь мне, помимо дашбордов администратора внизу, мне доступна информация о всех процессах табло-сервера и какой статус у каждого из процессов. То есть сейчас я вижу, что все мои процессы активны, и все идет хорошо. Также здесь я могу узнать, если вдруг какой-то процесс у меня недоступен, и что-то с ним не так. Здесь я буду видеть, что один из процессов у меня произошел какой-то сбой. Также если у вас настроен ваш сервер как кластер из нескольких машин, каждая из этих машин будет доступна и в этом меню, и для каждой из них вы можете просматривать статусы процессов. Ну и последняя вкладка. Давайте вернемся на демо-сайт. Это настройки. И в настройках я могу, прежде всего, управлять настройками этого сайта, дать ему, может, какое-то новое имя, новое ID, и задавать, допустим, лимит по количеству места на этом сайте и включать еще какие-то настройки на сервер, например, история изменений, управление пользователями, включить или выключить функцию онлайн-редактирования, подписок и так далее. Все эти функции мне доступны в разделе настроек. Ну и прежде чем закончить вебинар и перейти к вопросам, еще раз хотелось бы отметить, где можно найти всегда помощь для администраторов сервера. Это гид администратора на нашем сайте, к которому вы всегда можете обращаться, и он содержит абсолютно всю информацию, которую нужно знать про Tableau сервер. И также мы в компании Tableau всегда рады вам помочь с любыми вопросами. Сейчас я прервусь буквально на несколько минут, чтобы посмотреть, есть ли какие-то неотвеченные вопросы, и вернусь к вам снова. Спасибо. Спасибо. Коллеги, появилось несколько интересных вопросов, которые хотелось бы озвучить. И первый вопрос – это планируется ли создать версию Tableau сервера для Linux? И ответ – да, сейчас эта версия находится в разработке, и будет доступна буквально, ну, в ближайший, наверное, год или ранее. И эта версия уже была объявлена у нас на последней конференции Tableau, которая происходила несколько недель назад. И, то есть, это уже официально подтверждено, что скоро Tableau сервер будет доступен и для Linux. Сейчас, хотелось бы оговориться, сейчас Tableau сервер доступен только для Windows, и для каких операционных систем. Опять же, у нас вся эта информация есть на странице технических характеристик. Также был вопрос, есть ли какие-то утилиты командной строки. Да, то есть, в Tableau сервере вы можете управлять Tableau сервером с помощью командной строки. Для этого есть два инструмента. Первый инструмент – это TabCommand, TabCMD. Опять же, в тексте Help вы можете посмотреть всю информацию про него. TabCommand позволяет вам совершать какие-то настройки, например, публикации даже блажда, создание пользователей, создание групп. То есть, все те же настройки, которые вы можете делать в Tableau сервере непосредственно в интерфейсе, либо можете их делать через командную строку и, например, автоматизировать вот эти вот скрипты, которые вы создадите в командной строке, чтобы эти действия происходили по расписанию. И второй инструмент для командной строки – это TabAdmin. И TabAdmin – это как раз-таки инструмент для администраторов сервера, который позволяет менять конфигурации, настройки Tableau сервера тоже через командную строку. И все опции, все команды, которые доступны для обоих из этих инструментов, у нас все это описано очень подробно на нашем сайте. Также был вопрос про интеграцию с Active Directory. Возможно ли синхронизировать группы? Ответ – да. Возможно синхронизировать группы между Tableau сервером и Active Directory. Еще был один вопрос. Необходимо ли каждому пользователю иметь как Tableau Desktop, так и Tableau сервер? Ну и давайте я очень быстро расскажу отличия этих двух инструментов. Tableau Desktop – это инструмент для создания отчетов, да, то есть он устанавливается непосредственно на рабочем месте, допустим, аналитика, либо человек, который хочет подключаться к данным и совершать какой-то анализ. Дальше из Tableau Desktop готовы результаты вашей работы, рабочие книги, источники данных и так далее. Вы публикуете на Tableau сервер. И на Tableau сервер остальные пользователи, которые, например, не хотят сами создавать в виде отчета, хотят только просматривать уже готовые Dashboard, им нужна будет лицензия только Tableau сервера. Человек, который хочет и создавать, и публиковать, и просматривать, нужна будет лицензия как Tableau Desktop, так и Tableau сервера. Последний, коллеги, вопрос – это можно ли получить запись этого вебинара и запись предыдущих вебинаров. Да, вы можете получить запись. Мои коллеги Катерина и Лена, то есть ваши аккаунт-менеджеры Tableau смогут вам предоставить ссылки как на этот вебинар, так и на все остальные. И, пожалуйста, обращайтесь к нам после вебинара с любыми вопросами. Если что-то осталось неотвечено и что-то еще непонятно, вы всегда можете нам написать, и мы будем рады помочь. Спасибо большое, что сегодня к нам присоединились, и хорошего всем дня. Спасибо. 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 Спасибо.